В этот раз мы решили не откладывать дела до понедельника, думать о том, что начнем новую жизнь, когда выспимся, и дожидаться вдохновения или хорошей погоды в следующем месяце. Я сомневался каждое слово, которое произносил мой друг, и для меня это был настоящий вызов, не только для тела, но и разума. Ведь когда день накрывает ночь, первобытный страх может свести тебя с ума, осознавая, что ты один, здесь, под звездами, где рукой можно ощутить холод полной луны. Мы шли по спине великана, который спал, но наверняка чувствовал каждый наш шаг. Я считал его ребра и старался не думать о том, что он может проснуться, ведь тогда бы мы все пожалели, что нарушили его покой. Я шел и думал о том, что каждому из нас в жизни не хватает решимости, что порой соглашаться нужно основываясь лишь на своих внутренних ощущениях. Называй это как хочешь. Интуиция, шестое чувство, инстинкт. Но как бы то ни было, в этот раз я решился. И уже через несколько часов слушал, как великан гудит во сне, что-то бормочет, а из головы его поднимаются клубы бара. Ночь на его плечах коротка, занимается рассвет, и солнце, как всегда внезапно ослепляет нас своим светом. Согревает теплом, а все, что час назад, казалось бы, наводило ужас, становится тебе лучшим другом и радует своей красотой. Я не хотел терять ни минуты, ведь через мгновение свет менялся, и каждый кадр отличался от предыдущего. Я снимал как одержимый, мои движения были хаотичны и сбивчивы. Я старался не опоздать. Меня окружала прекрасная, но моя ноша в том, что все это я вижу через видоискатель и не успеваю насладиться глазами. Но радуюсь от мысли, что благодаря мне ты можешь увидеть все это в экране своего телефона. Ночное восхождение – это метафора жизни. Свой путь ты начинаешь в сумерках, когда все вокруг гаснет, мрак окутывает тебя с ног до головы, и есть время подумать о том, какой ты маленький. А с рассветом начать свой путь заново, осознавая, что любая ночь рано или поздно заканчивается, и надо лишь набраться терпения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok